Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами продолжаем двигаться, двигаться в глубину, двигаться в понимание того, что Господь, Он никогда не опаздывает. Если мы закончили один псалом, то у нас есть второй, и в данном случае это 22-й псалом, который достаточно известен и взрослым и детям, потому что он один из, если так можно сказать, популярных, с учетом того, что его легко заучивать, инсценировать. И поэтому многие дети даже берут для своих перемещений, что ли, в пространстве вот этот текст Писания и его заучивают. Поэтому я хочу вместе с вами сейчас тоже его начать, распечатать 22-й псалом. Я думаю, что на сегодняшний день, когда мы говорим, что это 22-й год, то пусть для нас этот псалом будет очень ярко проявлен в практике жизни. Дело в том, что мы каждый день нуждаемся в том, чтобы Господь был нашим пастырем. И то, что мы с вами прочитываем в самом начале этого псалма, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Посмотрите, насколько здесь есть взаимосвязь. Если Господь пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. И поэтому на сегодняшний день очень важно проверить, кто твой пастырь. Ты за кем идешь в своем мировоззрении, в своих ценностях, в своем решении, в своих ожиданиях. Потому что люди, которые ходят в церковь, им кажется, ну Господь мой пастырь, если я хожу в церковь. А на самом деле ты проверь свои ценности, проверь, какие и как ты принимаешь решения. Если для тебя сегодня источник информации с общих каналов становится питанием, то не Господь твой пастырь. А пастырем является тот, кому ты отдаешь свое мышление под влияние, кому ты отдаешь свою позицию и так далее. Поэтому давайте мы не будем жить в иллюзиях. Нам надо совершенно четко понимать, кто руководит моим внутренним миром, кому я отдаю это пространство, откуда я беру информацию для того, чтобы мне делать какие-то выводы, принимать решения. И поэтому, если по факту жизни ты видишь, что нужда закрывает тебя то с одной, то с другой стороны, это говорит о том, что пастырем был не Господь. Потому что если мы понимаем, что Господь пастырь, это значит, что я позволяю Ему господствовать во всех сферах моей жизни. Позволяю каким образом? Во-первых, я знаю Его истины. Они не просто написаны в веках, они не просто лежат на полочке, они не просто транслируются только по воскресеньям, а я знаю ценности моего Отца. Я знаю, что Он транслирует в этом мире, и поэтому я хочу вместе с Ним идти по жизни с Его ценностями. Поэтому пастырство – это направление, это лидерство. И если в моей жизни лидером стал Господь, не только номинально, но и по факту моей жизни, то тогда я могу сказать, я ни в чем не буду нуждаться. Я хочу пригласить вас сейчас в эту позицию. Безусловно, когда-то мы с детьми, почему я с детей начала, мы в школе этим салмом достаточно много занимались, и я предлагала им делать акцент на каждом отдельно взятом слове. Господь пастырь мой, Господь пастырь мой, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ни в чем не буду нуждаться. Там и будущность, там и настоящее, там и отношения, там и ответственность, потому что я делаю этот выбор. И поэтому, если мы с вами для себя пройдем вот так по каждому слову и обнаружим, что он мой личный пастырь, он не пастырь Давида только, он не пастырь моих родителей или прародителей, он лично мой пастырь. И поэтому, если сегодня ты можешь сделать акцент на каждом слове и утвердиться, да, это действительно так, тогда и остаток этого псалма к тебе будет иметь прямое отношение. Если же нет, если вот прямо ошибка уже на этой первой строчке, на первом стихе, то тогда и последующие там уже будут не те результаты, на которые мы рассчитываем. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем сейчас вместе с тобой поговорить о твоем господстве в нашей жизни, чтобы ты был пастырем в наших эмоциях, пастырем в наших решениях, пастырем в наших словах, в наших мыслях, в наших чувствах и тем более в ценностях. Поэтому я приглашаю сейчас твое пастырство, я приглашаю твое могучее пастырство, особенно в этот период нам оно очень необходимо, как лично взятым отдельно людям, так и целым городам, странам, родам. И я благодарю тебя, что мы сейчас принимаем твое господство и говори, будь пастырем нашим, веди нас туда, где уже покрыты все нужды, веди туда, где накрыты столы, веди туда, где полнота защиты. И я благодарю тебя, что могу призвать тебя и твое могущество на себя и своих детей, но также и на тех людей, с кем мы вместе соглашаемся в этой молитве. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok